В Московском районе у нас будут только на Московском районе комплексы обработки избирательного бюллетеня. Здесь вот новшество. Мы предлагаем избирателю согнуть бюллетень для того, чтобы потом бюллетень был прочитан на комплексной обработке, чтобы сгиб не попал на квадратик. Поэтому если избиратель соглашается, мы ему это показываем. Все, значит, заявление написано, бюллетень не выдан, избиратель расписался за то, что он получил два бюллетеня, идет в кабину для тайного голосования, ставит там любую отметку в квадрате. После этого приходит член с решающим голосом, ему выдается чисто непрозрачный конверт, где уже написан номер УИК, так как мы узнали, где находится избиратель. И сам личный избиратель убирает бюллетень и упаковывает. Далее избиратель закрывает конверт, два члена комиссии с правом решающего голоса расписываются на этом конверте. И обязательно члены с решающим голосом должны предоставить право, это желание исполнить, члены с решающим голосом и наблюдатели. Если они хотят расписаться на этом конверте, то мы обязаны это сделать. После этого член с решающим голосом убирает конверт в сейф в месте заявления. По окончании голосования 5-го числа эти все конвертные заявления будут разобраны к участковым комиссиям и вместе со списками, которые составляются, будут по акту переданы в участковую избирательную комиссию. А подсчитывать голоса будут в день выборов, да? А подсчитывать голоса это уже будет в день выборов участковая комиссия, в которой придет наш голос. То есть в день выборов эти конверты вскроются и голоса также будут защитны наряду с теми, что... В день выборов утром эти конверты будут скрыты, они у меня на районе, они уйдут в комплекс обработки избирательных бюллетеней, а в остальных в стационарные ящики. Причем скрыты будут конверты так, чтобы голоса ваши были не видны, тайность будет соблюдена. Значит, на выборах в Тверскую городскую думу 10 сентября у нас два бюллетеня. Первый бюллетень это по одномандатному избирательному округу. У нас всего округов 16, поэтому 16 видов бюллетеней на всем городе. Как отличить его? Задняя сторона розовенькая, это одномандатный бюллетень. Значит, второй бюллетень это по муниципальному избирательному округу. Там у нас с вами 7 партий, которые зарегистрированы территориальной комиссией Московского района. Задняя сторона голубенькая, вот так они отличаются. Значит, участок 903 бюллетеней. Идем. Да, покажите, пожалуйста. Конвертки не обидим. Что? Ну, там яблочко достаточно. Достаточно. Крутили кешки вкладываем в конвертки. И сам может. Сколько нарушит огни. Смот может оказать. Немножко в раку не попали. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Сейчас подожду. Вот так. Вот так. Продолжение следует...